приветствую вас друзья ну вот по просьбам по моему одного или даже нескольких подписчиков показываю я наконец-то собрал посылку с лотами вот у нас здоровая получилось сверху банкноты лежат для аукциона кац который я вот отправляя вот сверху я сейчас это все конечно сверху лежит ну немножко в таком беспорядке я просто сюда все положил что я уже записал сейчас вам сначала покажу как это выглядит вот у меня есть такие бланки на аукцион кац и тут я пишу все название лота год страна в этом основе пишу для себя если вы хотите здесь можно еще написать какую этом предполагается резервная цена я обычно только на реально очень дорогие вот и ставлю резервную цену а так принципе я все оставляю продаю без резервной цены в принципе все нормально уходит вот такие вот анкеты у меня их много я ну как бы я давно с этим аукционом сотрудничаю я вот у меня они как бы есть в электронном виде я их распечатываю когда мне нужно и потом это все заполняю на самом деле листовка и получилось ну реально очень много листов и не знаю что по листов целая куча все полные тут все исписано как бы не за листов 10 с разными лотами вот так это выглядит именно как анкеты здесь еще сверху да я вот пишу потом я напишу свое имя фамилию адрес электронной почты и мой порядковый номер который у меня номер моего аккаунта у них на аукционе то есть это не все я делаю один экземпляр он прям я положу в коробку он поедет с этим с этой посылкой и второй экземпляр останется у меня чтобы потом как говорится но сверять и проверять было ли что забыто или может какие-то ошибки и так далее чтобы я был в курсе какие там банкноты какие лоты ушли а какие остались вот в принципе я вот так вот сделал сверху лежат банкноты разные тут я их по конвертам рассортировал если кто знает это вот некоторая часть это никто в основном банкноты это все не мои это принадлежит подписчику подписчику который который мне прислал свои эти все вот так это выглядит свои все банкноты я их как бы ну отсортировал там по состоянию по редкости какие-то я отдельно какие-то я группы сделал потом вот такой вот я отправляю документ тут я еще вложил открыточки до по третьему рейху тоже я предварительно написал интересно не интересно ли будет это эти открытки отправить да то есть я это снова говорил этот вопрос сделал фотографии отправил человеку он посмотрел сказал да отправляем и выставим это все продадим тут несколько открыток довольно не дешевых скажем так для открыток да то есть я купил все время на барахолке по третьему рейху потом еще в этот раз мой приятель попросил где где-то я здесь видела вот он мой приятель просил продать орден александриневского на это копия сразу вам скажу вам он и будет продаваться как как копия коллекционная да то есть никакого обмана здесь не будет вот так вот орденевского они тоже выставят его как коллекционный опыт потому что в принципе но не все могут позволить себе оригинальный орден который стоит довольно дорого коллекционную копию я думаю многие не откажутся положить просто закрыть в коллекции чтобы закрыть позицию ну и вот соответственно дальше уже пошли монеты какие-то монеты будут вот так вот недорогие да я их выставляю просто я вот прямо так заранее уже рассортировал что это будет один лот просто на серия монет а какие-то конечно же я вот отбираю то есть это уже будет конечно там по отдельности в основном здесь очень много серебра да будет но медные монеты конечно же есть крупное серебро есть мелкое серебро просто в принципе монет монет много реально я подготовил там и не знаю сколько но реально много монет различных то есть все там тут и как бы и флорина и россия и австрия германия и и южная америка в общем довольно много есть мелкие монетки ну как бы я это все сортирую я стараюсь и я вам честно говоря стараюсь продавать монеты вернее покупать для дальнейшей перепродажи монеты которые состояние желательно конечно же анциркуле это до чтобы во первых ну сейчас такая тенденция мода что все хотят конечно же монетки штемпельные монетки но и такие как новенькие чтобы они блестели но что-то я и отправляю интересное в том числе то есть ну вот как то так это выглядит потом что еще но какую-то часть медали отправляют вот еще лот уведут такие тоже моего подписчика французские если вы помните их он мне тоже прислал это как бы на усмотрение аукционеров как они будут выставлять вместе по отдельности сразу не сразу какие-то могут они полежат что еще тут есть у меня вот еще такой у меня целый пакет лотов то есть уже в холдерах но это тоже по-разному то есть это они все в принципе я их расписал потом это вот будет один лот то есть тут такое царское серебро ну довольно такой походивший это тоже не мои монеты там этого подписчика я тоже вытащил все из альбома и рассортировал как говорится и вот так вот они я думаю они скорее всего вот именно это 1 это 1 номинала да все это 10 15 копеек по моему да и вот они все таким одним вот он скорее всего это выставят я еще их напишу в принципе что один лот вот ну и в принципе вот все да как бы монеты бумажные какие-то банкноты открытки да ну вот все это вот так я отправляю и надеюсь что это все продастся с большой выгодой для меня да я как говорится давно сотрудничаю да как поэтому я не буду говорить про условия до условия у всех индивидуальные в принципе ребята с ними можно договориться поговорить они идут во многом навстречу как бы ну то есть это как бы дело каждого то есть вашего красноречия скажем так и личных то есть но желательно если вы хотите никогда не до этого не работали с аукционами это в первый раз желательно я вам рекомендую приехать лично нужно зарательно назначить встречу то есть по телефону по по электронной почте там по ватсап у них там кучу вариантов как связаться назначить какую-то встречу время приехать к ним в офис поговорить привести материал они это все отсмотрят и скажет вам да нет для первого раза а потом уже можете спокойно вот как я сейчас отправлять лоты по по почте то есть спокойно и ничем не париться вот это главное подготовить все это описать правильно и и все и отправлять и потом как говорится ждать когда это все продаться да ну продаться это может быть не так прям не сразу может быть так что вашего то не будет выставлены сразу ли будут выставлены но по частям желательно я стараюсь не отправлять дубли то есть монеты одного номинала и одного года до желательно если допустим вот я отправляю там две марки там г微 report я смотрю чтобы то был разный год и или хотя бы если один год но по крайней мере разные монетные дворы и в принципе ты касается всех в если там флорин то никогда они не отправью флуорин 1 года то есть я отправлю провели их разные В общем, вот как-то так это все выглядит. Я все сейчас подготовил, я реально очень выгреб все, что у меня было. То есть у меня практически сейчас не осталось никаких монет. И я это все сейчас отправлю и, конечно же, буду в скором времени набирать новый материал. Очень я долго это все готовил, сортировал, думал, считал, проверял, перепроверял. Это заняло у меня довольно пару недель точно времени, потому что я еще заработаю. Это я делал все после работы в свободное время, по вечерам, по выходным. И вот, наконец-то, все я подготовил. И сейчас я это, слава богу, все запакую и отправлю в Прагу, да, на аукцион КАЦ. Это Чехия. И там ребята это все выставят. Ну, как-то вот так это все происходит, да. Еще раз говорю, аукцион нормальный. Если кому кто-то хочет продать свой нумизматический или вообще какой-то коллекционный материал, то свяжитесь с ними. Там контактные данные, в принципе, я могу подвесить в описании под видео этого аукциона. То есть, там у них есть страницы в интернете, и там, в принципе, все есть контактные данные. И там все ребята работают русскоязычные, да, из стран бывшего Советского Союза. Там Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. Не знаю точно, конечно, какие страны. Но, в общем, рекомендую. Нормальный аукцион. И, в принципе, условия тоже нормальные, да. Так что вот как-то так это все выглядит. Ну, если какие-то вопросы есть, пишите в комментариях эти вопросы, задавайте. Я, в принципе, всем отвечаю. А так, если вам видео понравилось, ставьте лайк. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. До новых встреч. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok